девочки всем привет с вами юлия и мой факультет рукоделия сейчас буду переустанавливать свою вязальную машину на новое рабочее место и для вас естественно решила списать видео что как зачем в каком порядке здесь нужно какие действия делать то есть это вязальная машина toyota главная фантура к с 858 и приставка к ней кр 506 и так я разворачиваю камеру и показываю в каком порядке что и как устанавливается и в первую очередь мы должны установить главную либо заднюю она еще называется фантуру смотрите если вот этой вот главной фантуры основной идет вот такая вот струбцина да и мы к столу крепим вот этими прямыми струбцинами когда она у нас одна то сейчас мы должны взять другие крепления эти пока откладываем а новые струбцины которые идут в комплекте с приставкой то есть сквер 506 вот эти которые вот такой вот буквой сюда мы их прикрепляем вот к этим петлям которые у нас к машине здесь закреплены и так вот я открутила смотрите вот так выглядит вот это крепление мы подводим вот сюда в петлю его поднимаем вверх и фиксируем здесь нам нужны силы хорошо это все прикрутить возможно понадобятся инструменты и так вот у нас винт мы затянули то есть конструкция тут крепко вот этот вот механизм он у нас параллельно вот этой петле находится все ровненько дальше можно прикреплять к столу перед тем как крепить столу я бы посоветовала вам проложить здесь какую-то прокладочку чтобы не испортить стол я подставляю вот здесь вот такие кусочки фетра прокладочку такую делаем все машина стоит ровно можно затягивать здесь петля вот это должна быть вровень со столом и смотрите когда я затягиваю она приподнимается то есть машина у нас вот здесь вот не лежит на столе вот такое положение должно быть у машины вторую сторону мы закрепляем точно также все задняя фантура надежно закреплена на столе и теперь мы можем с вами переходить к установке приставки смотрите для того чтобы нам с вами не повредить иглы проверьте чтобы и на приставке и на задней фондоре все иглы стояли в положении а чтобы нигде ничего у нас не было выдвинута дальше на приставке достаем из набора который идет с приставка вот такую ручку вставляем ее у меня она просто уже вставлена она легко защелкивается тут никаких сложностей нет переводим вот этот рычаг в положение п и ручкой устанавливаем здесь положение на цифре 5 теперь нам понадобится установочные вот такие болты и вот этот вот ключ этот ключ идет в наборе с приставкой вот здесь на главной игольнице есть вот такие тут держатели для нити кто не знал вот сюда можно заводить нить чтобы она у вас не мешалось пока вы делаете какие-то манипуляции так вот вот сюда вот за эти вот петли нужно нам с вами привесить сейчас приставку смотрите на приставке у нас тут есть вот такие вот что-то крючки или держатели вот их надо как раз и завести вот сюда с обеих сторон так сейчас мы здесь будем фиксировать болты нужно попасть в отверстие вот этого крючка и уже ключом мы тут подтягиваем все чтобы плотно зафиксировать вот этот закрутить болт да и зафиксировать приставку с обратной стороны мы делаем то же самое смотрите вот этот язычок у нас должен подниматься наверх то есть машина должна здесь опускаться и подниматься поэтому мы регулируем и затягиваем болт в том положении когда приставка поднята верхнее положение смотрите с двух сторон у приставки есть вот такие вот лапки опускаем их к столу и зажимаем струбцинами из комплекта главной фантуры все вот таким образом мы зафиксировали приставку она у нас теперь надежно закреплена и все держится очень хорошо с обратной стороны проделываем то же самое находим здесь такой же лапку опускаем ее и прикручиваем струбциной к столу все все надежно все красиво теперь устанавливаем нити натяжитель смотрите в наборе с приставка идет вот такая деталь она вставляется в гнездо где у нас стоял нити натяжитель и уже вот сюда то есть это такой переходничок уже сюда вставляется сам нити натяжитель все у нас теперь все стоит на месте да я хочу вам показать маленький лайфхак от меня наверное вы уже заметили до что у меня на приставке эти иглы были прикрыты вот такой вот такой планочкой как ее сделать идете в строительный магазин покупаете уголок вот это вот ширина одной стороны вот эта ширина второй стороны склеивать два уголка но вернее не длинные я их разрезала пополам склеивайте вот эти узкие стороны между собой и у вас получается вот такой предохранитель вы будете вязать работать с задней фантурой и не цепляться за иголочки иголочки у вас будут прикрыты и защищены на передней фантуре и теперь можно установить каретки для начала мы откручиваем винты которые день держат плечо каретки достаем сюда 2 фантурное плечо заводим его здесь есть такие выступающие части их надо совместить с отверстиями чтобы надежно но все здесь встала на свои места и теперь добавляем каретку передней фантуры так и вот эта каретка вставляется у нас смотрите как вот тут с двух сторон на игольнице есть вот такие предохранители металлические нам с вами нужно кареткой их просто объехать то есть вот мы и вставляем вот в таком положении теперь поднимаем рычаги все она у нас на игольнице совмещаем верхнюю и нижнюю каретки и поднимаем переднюю игольницу чтобы каретки у нас совместились между собой все можно начинать вязать и так я надеюсь что это видео было для вас полезно теперь вы разобрались и самостоятельно сможете установить обе фантуры на рабочее место у меня на сегодня все с вами была юлия и мой факультет рукоделия не забывайте подписываться на канал ставить лайки писать свои вопросы в комментариях всем пока пока